В Черкесске в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой состоялось открытие Дня литературы и искусства русского народа в рамках декады национальной традиции богатства культуры народов Карачао-Черкесии, посвященной столетию автономии республики и Году культурного наследия народов России. Подробнее в репортаже Карчи Биджиева. Русская литература способна воспитать человека как личность. Истинные сокровища в виде книг были выставлены в библиотеке. Это издания писателей юбиляров России, писателей Карачао-Черкесии, пишущих на русском языке, а также произведения русских классиков на языках народов республики. Это все делается для того, чтобы привлечь читателей, пользователей, дополнительно в библиотеку, открыть им наши богатые книжные фонды, открыть запасники. В зале у нас открыта выставка картин народного художника Карачао-Черкесии. Юбиляра этого года Кузнецова Николая Григорьевича. Участники мероприятия могли ознакомиться с книгами о казачестве на Северном Кавказе с историей культуры русского народа. Особое место на выставке занимали памятники из фонда редких книг. И издания, подготовленные и изданные сотрудниками библиотеки. Периодическое издание за минувшее столетие на языках народов Карачао-Черкесии экспонировались на выставке эпоха газетной строкой. Здесь можно было увидеть уникальные сокровища прессы. Являемся постоянными участниками таких мероприятий, всегда сотрудничаем с библиотекой. В данном контексте, конечно же, хочется поблагодарить и руководство библиотеки о том, что они все-таки проводят просветительскую работу, которая на сегодняшний момент, конечно, тяжело проводится. Не очень интересуются современные юноши и девушки литературой. Но, тем не менее, наша русская земля, она богата и писателями, и поэтами. Специальную концертную программу для собравшихся подготовил Народно-академический хор ветеранов войны, труда и вооруженных сил Черкеска. Литература России стала отыгрывать важную роль в мировом литературном процессе. Русские писатели влияли на духовную жизнь многих зарубежных стран. Благодаря богатому языку с ее прекрасной культурой, поэты и писатели наслаждались способностью ощущать и описывать жизнь во всей ее красе. Карчабиджиев и Сламурумов. Вести Карачаева, Черкесия.